Итак, сейчас мы с вами рассмотрим, как нам делать зафиксикацию, оформлять чертежи, производить экспорт чертежей в автокад. Мы вставим создать простой чертеж. Здесь вид мы делаем. Изометрия, например, вот такая изометрия. Масштаб тут 1 к 50. В общем, окей. Так, теперь надо сохранить. Файл сохранить как? IDB. Все, файл сохранен. Теперь делаем экспорт. Файл автокад. Здесь ставим DWG, параметры. Убираем, какой автокад. У меня 10, я ставлю 10. Готово, можно узнать. Ну и сохраняем. Вот, если вот так вот зависло, ничего не происходит. Как бы, так вот, она может долго, может так долго прождать. По сути, она обрабатывает, наверное. Попробуем сейчас другим способом отмена. По сути, ну вообще она быстро должна. А вот, давайте посмотрим другим способом сохранить как? Вот, сохранить как? DWG. Сохраняем. Вот, вот он. Пропробуем открыть. А, она сейчас открыла якобы здесь. Нам нужна в автокаде. Сейчас используется... Ну, хорошо, используется только для чтения прибора. Ага, созданы более ранние версии. Секунду, закроем. Вот это вот. Ещё раз пробуем. Экспорт. Параметры 10. Готово. Да, извините. Видите, другое имя, бодорус 1. Параметры, это как, не готовы. Сохранить. Ход выполнения экспорта. Вот, я сейчас открыл, закрыл инвентарь. Открыл заново. Сопробуем опять экспортировать. Сделался экспорт. Окей. Экспорт. Вот так. Водорус 1. Автодеск. Файлы чертежа. А в чём разница? Файлы автокад. ДВГ. И файлы чертежей автодеск инвентар. ДВГ. Тоже. Пробуем. Ну ладно, тут. Ага. Сохранен. Вот. Буду раз 1. И то, и то буду раз 1. Мы пробуем открыть что-нибудь. Ясно. А это? Понятно. Сейчас. Экспорт. Кат. Да. Автокад ДВГ. Параметры. 2000. Ладно. 2007. Черсин. Готово. Водорус там 5. Сохранить. Так, смотрим. Водорус 5. Вот он. Открылся в автокаде. Значит, вот здесь вот сейчас масштаб чертежа этого рамки 1 к 50. А чертеж сам 1 к 1. И вот я в автокаде. Мне это понятно с использованием из ПДС. Мне проще оформить в автокаде, конечно же. Я думаю, и вам будет проще это сделать в автокаде. Закроем. Закроем. Сохранить изменения. В рамки инвентар. Нет, не сохранить изменения. Вопрос, почему, когда была изометрия, закроем, предположим, нет. Сейчас пробуем еще раз создать. То есть, когда я делал изометрию, например, вот. Может быть, у меня не получалось экспортировать слишком тяжело. Изометрия сверху. Нет, нет, нет. Дальше. Так. Проблемы. Сохранить эксперт. Сейчас сделано. Будет. Параметры. Параметры. 2007. Готово. Модерус. 55. Сохранить. Сохраняется. Все нормально. Возможно. Возможно. Так происходит, потому что я раньше стал сохранить в 2010. Сейчас видно, да? Чуть-чуть больше. Дальше. Так. Ну. Вот она сохранилась. Бутерус. 55. То есть в 2010 надо валировать. В 2010 плохо. Не сохраняло. В 2007 автокаде сохраняет. Вот. Ну и не обязательно делать DWG формат. Например. Нет. Например, я еще бывает делаю вот так. Обязка тепловеников довольно-таки сложная, например, у нас. И, соответственно, строителям вот было бы хорошо, например, сделать такой вид. Так. Так. Обязка тепловеников. Вот. Открыть. Например, я даю две изометрии какие-нибудь. побольше масштаб. Выбираю. Один к двадцати. Не обязательно. Десяти даже можно. Не помню, есть такой по нормам масштаб один к десяти. Вот изометрия. Например, вот такую даю изометрию. А. И да. Еще такой момент. Обратно. Вот здесь вот опять убираю. изометрия. Открыть. То есть изометрия. И здесь вот можно поставить тонирование. То есть оно будет вот как есть. Зеленые цвета вот эти вот. Так и будет. Раз. И, например, окей. И еще какое-нибудь там изометрия. Обязка тепловеников. Тонирование. Тонирование. Вот этот еще вид тоже можно. Окей. А потом можно сохранить в PDF формате. Вот, например, печать нажать. То есть тут вот заполнить штамп. Нажать печать. У меня вот есть принтер. Дуб PDF. Специальная программа делает PDF форматы. И получаются цветы вот типа таких вот. Сейчас я покажу. Вот таких вот я делаю, например. Здесь. Обязка тепловеников показана с двух сторон. Показано, где подводка какой трубы. Вот. И еще тут дан такой вот. Вид именно уже как теплообменники снабжаются теплом. Вот такой вот. Ну и знакомая вам обвязка. Вот примерно такую обвязку мы даже не примерно, а такую и делали обвязку теплообменников. Сейчас. В этой котельне, которую мы делали. Вот такая вот обвязка. Это что касается оформления. Дальше. Дальше. Что я хотел показать вам. Ну и спецификация. Оборудование. Оборудование. Оборудование в частности. Котельная нам нужна. Это закроем. Создать. Базовый. Видите, сверху, например. Котельная. Ну и вся котельная. Котельная бутера. Всякая. Так вот. Пу-пу-пу, окей. Так, теперь спецификация нам нужна. Инструменты. Управление. управление, пояснение, спустякацию нажимаем, здесь выбираем только детали, все, здесь вот нажимаем на, то есть файл нам сейчас нужен, выбрать вид, нажимаем вот этот вид, все, она вот берет данные из котельной, 1640 киловатт, нажимаем ОК, ну вот такая вот большая, не маленькая, скажем так, да, софиксикация, вот здесь есть все, что использовалось, вот здесь есть, ну разумеется надо немного подправлять спустякацию, в таком виде нам, конечно, не нужна, в огромном, вот здесь вот, у нас есть, например, труба, есть ее количество, но непонятно, какого диаметра она, поэтому надо корректировать. поэтому она корректировалась и нажимаем два раза, вот на это, тут у нас есть спецификация, в браузере нажимаем на нее два раза, еще раз, два, вот, выскакивает такой список деталей, здесь все есть, то же, что и нам необходимо, здесь вот я, что делаю, я добавляю выбор столбцов, здесь есть столбец, инвентарный номер, добавляем, вверх, чуть-чуть можно, инвентарный номер, количество, перед количеством, окей, что получается, что есть вот описание, потом идет инвентарный номер, то есть, у нас есть труба такого-то диаметра и количество, например, количество 100 миллиметров, 62 миллиметра, вот, это у нас труба маленькая, ну, 20, да, вполне возможно, что есть такая длина у нас, ну и что я делаю дальше, я делаю экспорт, в экспорт, в экспорт, в эксельский формат, спецификация, имя даем там, например, спецификация, применить, окей, так, и дальше, здесь вот уже вот эту спецификацию распечатав, суммирую, суммирую эти вот длинные, суммирую и заношу просто в автокаде, уже компонуется, вот обыкновенная спецификация, да, привычная нам, вот, это вот, что касается спецификации, нет, дальше, дальше, что делаем дальше, ну, я хотел сказать, что по поводу оформления, более такое подробное оформление вы можете прочитать в книге Тома Трэмбли, вот, инвентарь 1000 данных, официальный начальник курса, и здесь есть целая глава, посвященная созданию 2D чертежей и 3D данных, здесь все, создание видов, редактирование, добавление, обозначение, размеры и так далее, тут все вы можете здесь подробно уже прочитать без проблем, тут разобраться в этом легко, можно и просто. Это, в принципе, вся информация, которую я хотел вам предоставить, с вами был Иванов Павел, инженер, проектировщик тепломеханической части котельных, желаю вам удачи, уборства, ну и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok